Если посмотреть на это с точки зрения фаната, то это просто не Final Fantasy, потому что они поменяли слишком многое. Скажу ещё раз, я люблю перемены, я люблю нововведения, но когда вы меняете слишком многое, игра становится неузнаваемой. Ну Final Fantasy 6, например, очень сильно отличается от Final Fantasy 7. Final Fantasy 8 меньше отличается от Final Fantasy 7, там, чем хотелось бы, но тоже отличается сильно. Там и новые нововведения, и так далее, и так далее, и так далее. Что там ещё есть, короче. Final Fantasy 9, ну она как бы возвращается к истокам, она не очень оригинальна, но она своеобразна, ну интересно, забавно тоже. Final Fantasy 10 открещивается от многих истоков, меняет боевую систему, меняет систему прокачки. Система прокачки Final Fantasy 10 радикально отличается от всех RPG-шных игр, как ни странно. Ну не от всех, от многих, по крайней мере. Сюжет очень хороший, мир очень интересный, я хуй знает. Паймай как составляющая серии, и людей это бесит. Когда вы пытаетесь прыгнуть выше головы и переделать Final Fantasy, это уже не инновация, это самая настоящая... Измена! Что? Измена! Ага, видите? Теперь мы начинаем понимать друг друга хоть чуть-чуть? Прежде чем вы решите, что я чересчур добр к этой игре, не думайте. Игра говно. Поверьте, это просто куча бурого кала. Так, а чё есть лучше этого? Короче, назовите мне игру, которая реально лучше. Объективно, вот... Final Fantasy. Что объективно лучше Final Fantasy? Блядь. Ну, даже, даже берем игры того же жанра. Пишет, ну, по его времени, лучшей части до десятой. Ну, я бы не сказал, десятка очень хороша. Она и своеобразна, и хороша, и... Бои ионов в ней вообще на другом уровне находятся. То есть, десятая финалка многое делает на совершенно другом уровне. И графически, и сюжетно, и содержательно, и отсылочно, и по внешке, соответственно. Вообще, все, все, стилистика совершенно другая. То есть, десятая часть, она охуенно. То есть, после девятой части, десятая часть воспринимается как... Вау! Вау! Блядь, что происходит? То есть, несмотря на то, что главный герой бесит... А, пишет, ну, из РПГ до 2002 вышел Fallout 2. Fallout 2 полное говно, ребят, неиграбельное. Ну, то есть, сорян, как бы. Это неиграбельное говно без сюжета нормального. Ну, блядь, я хуй знает, как вы Fallout играете. Мотивирует народ! А знаете, что они добавили в отчаянной попытке удержать ваш интерес? Фанф... Готика говно, сорян. Все европейские РПГ полное говно. Особенно Готика. Прошу прощения. Прошу прощения за мой, как бы, французский... Ёбаные, блядь, отсылки на толки, но совершенно безвкусные. Как бы, в очень плохой графическом обравлении, без какого-либо вкуса сделаны. Это хуёвые игры, на мой взгляд. Да, прошу прощения. Бывает такое. Ну, то есть, абсолютно не стильные, абсолютно не интересные визуально. Печально. Печально. Сервис! Юна довольно-таки далеко ушла, как от своего традиционного кимоно, которое она носила раньше. Так и от своей предыдущей... Ну, вообще, посмотрите на эту, блядь, картинку. Это из Final Fantasy X. Вот сейчас будет из Final Fantasy X. Юна довольно-таки далеко ушла, как от своего традиционного кимоно, которое она носила раньше. 2000, блядь, первый год, нахуй. 2001, блядь, год. 2001 год. Призывательница Юна, в общем-то, танцует танец, который позволяет душам умерших на острове людей, как бы, найти свой покой. Вот. Но игра хорошая, объективная, охуенная игра. То есть, объективная, она хороша. То есть, то, что, блядь, заставляют делать в других играх на PlayStation 2, и насколько это просто убого и примитивно обычно бывает, ну... Ну, печально. Печально. В Final Fantasy X.2 имеются все основные, там, не знаю, свойства, которые были в Final Fantasy, и добавлены еще многие новые фишки, которые делают геймплей интересным. Ну, японских RPG нормальных, ну, сколько видели вообще, в принципе. На PlayStation 2 они есть, конечно. Dragon Quest VIII, там, еще какие-нибудь игры. Disguide 1, 2, тоже очень хорошие игры. Ну, блядь, ну, как бы, ну... В каждой Final Fantasy есть персонаж по имени Сид. В каждой Final Fantasy есть персонажа по имени Ведж и... Как-то там еще зовут его? Биггс. Ведж и Биггс, да. В каждой Final Fantasy есть Чокобо. Хотя все это, все действия происходят в разных мирах. Везде есть Чокобо. И почти везде есть муглы. Я серьезно. Ну, блин, давайте игры на PlayStation 2. Просто возьмем список игр на PlayStation 2. Что за хуйня тут у них тут происходит? Лучшие игры... Лучшие... Давайте лучшие игры на PlayStation 2 возьмем. Grand Theft Auto San Andreas, как бы, да? Охуеть. Вы вообще помните эту хуйню? Я пришел там холодить траханье. Вот это вот говнище. Помните? Ну, то есть, она, в принципе... Ну, она нормальная для... Она нормальная для своего времени GTA. Хорошая GTA для своего времени. Ну, блядь. Насколько же там все дешево-то, на самом деле-то, если подумать. Насколько там графически все просто. Да, свободный мир, да. В принципе, делать можно много чего. Но, блядь, как же там все графически просто, на самом деле. Как там все, ну, довольно тривиально. Тривиально, по сути. И, в принципе, от Vice City она отличается только тем, что там темнокожие персонажи, главные герои. На самом деле, игра очень деградивная и поднимает очень мало каких-то серьезных тем. В отличие от Final Fantasy X. То есть, чисто если вот какая-то игра претендует на произведения искусства из старых, ну, это Final Fantasy X. Что? Need for Speed Most Wanted? Охуеть, говно. А в Vice City тоже говно. Need for Speed и говно. Ну, вот, Max Payne и не играл, скажу честно. Flat Out, ну, блядь, что за лучшие игры? Resident Evil 4, кстати, неплохая игра, но Resident Evil довольно однообразная. Там много интересных, да, интересные фишки. Блядь, находить вот эти вот всякие, как граффити делать, охуеть, фишки. Devil May Cry хорошая игра, но с Final Fantasy она не сравнится, как бы. Разный уровень. Разное количество контента. Devil May Cry 3 проходится там часов за 20, наверное. Ты машешь мечом, хотя неплохо машешь, но побеждаешь. Тут большинство игр даже рассматривать не стоит. Ну, Diablo говно. Bully хорошая игра. Bully, на мой взгляд, одна из лучших игр вообще серии Rockstar. Ну, вообще, компания Rockstar. Очень хорошая игрушка. И, соответственно, за нее можно пожать руку, в общем-то, создателям. Отличная игра. Отличная игра, хороший сюжет. Но с Final Fantasy тоже не сравнится. Короче, Bully игра про то, как школьник пиздит всех. Лысый маленький школьник пиздит всех. Учителей и других школьников. Все, всех пиздит, короче. Его предают. И он, как бы, разбирается с предателем. Но не очень круто, не очень серьезно. Сибири, крутая игра, хорошая. Такс. Ну, то есть, ну, блин. Ну, опять же, God of War 2 и God of War 1 хорошие игры. Очень хорошие. Согласен. Но с Final Fantasy можно сравнить? Да, можно, наверное, наравне поставить. Как вершина жанра God of War, да? Вершина жанра слэшеров. Также и, в общем-то, Final Fantasy вершина жанра RPG. Shadow of the Colossus хорошая игра. Ну, просто, блядь, смотрите. Рэймон, блядь, Рэйвинг Рэйббитс. Call of Duty 3, блядь. И, не знаю, Панишер. Ну, Панишер вроде неплохой, если это тот самый Панишер. Ну, просто, а с кем вы, блядь, сравниваете? С кем вы сравниваете? Ну, давайте RPG. Ну, сколько можно, да? Давайте RPG просто посмотрим. Лучше RPG Diablo. Вот, Final Fantasy 10. Годната. Final Fantasy 12 можно сравнить. Окей. Что из не Final Fantasy можно сравнить вот с этими играми? Marvel Ultimate Alliance? Блядь, вы серьезно? Ебучая игра про ебаных мстителей, в которой, ну, ты нихуя не делаешь, по сути? И там сюжет иградивный? Нет. Говно. Shin Megami Tensei Persona хорошая. Но не каждый потянет. Это как бы вы в школе ходите. Вы как бы, блядь, в школу попадаете. Вы попадаете в школу, и в школе вы играете. Очень много времени. Это совмещение жанра RPG и новеллы. Это очень долгая игра. И не на всех. X-Men Legends 2 это тоже хуйня. По типу вот этой вот Marvel Ultimate Alliance. Экшн-RPG. Очень убогая. Kingdom Hearts нахуй тоже. Ну, она интересная, но это не RPG. В Disgaea хорошая игра. Маркус пишет. В более наивной сюжете, но геймплей кайф. Ну, да. Да, я согласен. Dragon Quest от той же самой компании. Очень хорошая игра. Shin Megami Tensei. Ну, опять же, те же самые критерии, что и раньше. Xenosago. Вот я, кстати, не играл. Мне не зашло. Я пытался в нее поиграть, но мне не зашло, соответственно. Ну, что, продолжаем смотреть, что тут у нас. Kingdom Hearts Xenosago. Может быть, ну, Tales of серия может быть охуенная. Что уж прям вызывает у нас слезы на глазах. Она настолько крута. Нет, это еще более. Это вообще детская серия. Sakoyden 5 может быть очень охуенен. Если Sakoyden 4. Или Yuz может быть охуенная. Ну, просто, блядь, с чем мы сравниваем? С чем мы, блядь, сравниваем Final Fantasy X нахуй сейчас? Это Rush Galaxy. Неплохая игра, кстати. Но там тоже своих детских анимешностей тоже очень много. Да и, в принципе, с чем идет сравнение? Может быть, мы попытаемся сравнить ее с одной из знаменитейших RPG того же самого времени, типа, TS Oblivion, но Oblivion говно сюжетно. Ну, то есть, блядь. Ну, то есть, ну, у меня жопа борит. Chronoblade, по-моему, крутая серия игры. Я, правда, в нее не играл. Я серьезно, я просто технически не понимаю, а что он пиздит-то? О чем он пиздит? Может, Один Сфер очень охуенная игра? Ну, говно я напоминаю. О говно. Phantom Brave, может, охуенная игра? Очень простая игра. Я просто, я не понимаю, блядь. А во что он играет тогда? Ну, Final Fantasy, Shining Force Neo может быть охуенная игра? Нет. Экзо тоже говно. Я пишу, ну, так консольщики в нормальные RPG-то и не играли. Вот, и приходится в азиатчину всякую. Ну, ребят, я вам уже сравнил, в общем-то. Я вам показал игру, которая в тысячу раз хуже, чем все там и японские RPG вместе взятые ваши. Вот Oblivion полное говно, я считаю. Grandia 3, кстати, хорошая игра. Относительно хорошая. Кстати, вот эту штуку надо поиграть как-нибудь. Тоже интересно, что происходит. Но меня серьезно, как бы, ну, выбивает в какие говеные RPG играют, в общем-то, европейцы. Абсолютно безликие, однотонные, одномирные хуевины. Моза поклонник пишет, Oblivion это одна из лучших игр. Сколько модов на нее сделали? Да, говномоды, это, конечно, шикарно. Ну, то есть, ну, блядь, ребят, ну, а с чем сравнение идет? Может быть, у чувака есть какие-то альтернативы, но, может быть, блядь, он, как бы, это, предложит какие-то другие альтернативы игровые. Может быть, есть что-то реально лучше? И было ли что-то лучше? Я просто не представляю. А что поделать про средневековье, больше ничего не делать? Так, блядь, почти все ебаные RPG про ебаное средневековье. Вы просто, блядь, открываете, берете жанр RPG европейскую, европейскую RPG смотрите, и там все, блядь, про одно и то же ебучее средневековье с драконами, с орками, с эльфами и прочим говном. Абсолютно однообразное, абсолютно... Абсолютно одинаковое, абсолютно неинтересное. Я хуй знает, во что вы там играете. Ну, либо ваше какое-нибудь там другое задротство по типу... Как это говно называется? Я даже уже забыл, как ваши игры дурацкие называются эти. Европейские RPG для, в общем, бомжей. Как это говно зовется-то сейчас? Fallout, Fallout, ну тоже говно для бомжей. Я в шоке просто с того, что вы в это играете. Там же сюжета вообще нет. Это как бы, ну... Это кал. Вообще ничего сравнимого. Как бы вообще ничего, даже близко лежащего. Как так-то? Пишут, без девочки в бикини, ужас какой. Так в Final Fantasy X не было девочек в бикини, как бы. Опять же, опять же, чтобы вы понимали. Final Fantasy X 2 это отдельная игра, и она чисто, ну, вот так вот уникальна. Ну вот, мы просмотрели все RPG, которые вышли на PlayStation 2. И... Ну, Will Darns 4 хорошая. Не, ну просто, ну, ребята, я хуй знает. Пройдите Final Fantasy X. Пишет, в детстве не до избирательного вкуса в сюжете, нам нормально было. Так, ну, пишет, обливин лучше десятки 2. Кстати, я не уверен, в обливине сюжет, ну, говно. Это калище скучное, я не знаю, во что вы там играете. Серьезно, а в ПТС вообще говно по сюжету, всегда. Да, то есть... Бля, Final Fantasy 5 даже... Ой, Dragon Quest 5 было. Отыгрыш, блядь, пиздец. В жопу отыгрыш засунуть себе можно, и повернуть несколько раз. Вместе с кодировкой, вот этой вот, со всей всякой хуйней, с этими параметрами разными. Просто берешь Ивану себе, поворачиваешь вот так несколько раз пальцем и кодируешь себя. Отыгрыш свой, проигрываешь вот таким вот образом. Ух, отстрел там всяких, да? Ух, силу качаю себе вот так вот. Маркус пишет, и это хуёво. Сань, я уже никогда не пройду Final Fantasy в 10 лет, ничего не поделаешь. Так, поймите, в чём, блядь, проблема? Final Fantasy 10, у неё сюжет до сих пор как бы адекватен. Ну, то есть, там сюжет по уровню лучше большинства ебучих фильмов, которые вы просто за всю жизнь видели. И дольше. И, ну, скорее на сериал даже больше поёт. Очень хороший, качественный сюжет, в котором вы можете, блядь, поучаствовать. С учётом, что это игра 2001 года, когда ничего подобного даже близко не было. Даже близко не было. Настолько близко не было, что, как бы, в противоположность Final Fantasy 10 у нас есть какая-нибудь... Он, ну, не знаю, что у нас есть из игр ещё в Final Fantasy 10. Давайте посмотрим, что ещё было. Экшены. Какие экшены были? С экшенами я шарю. Ну, блядь, Grand Theft Auto San Andreas. Ну, говно же по сюжету. Не знаю, что с Макс Пейном, кстати. Ну, Devil May Cry 3. Короче, бежим вверх, бежим вверх, бежим вверх, бежим вверх. Несколько сюжетных заставок. Там проявляются какие-то крутые персонажи. Скачут, прыгают на бомбах. Всё. Как бы поднялись наверх, победили своего брата, близнеца. Всё, пошли дальше. Победи, победили. Молодцы, вы крутой. Охуенный сюжет. Були, ну, в общем-то, улучшенная ГТА-шка про школьника. Тоже интересный критерий. Практическая новизна сюжета. Может, есть другие критерии. Да, критериев дохуя. В принципе. В принципе, критериев-то дохуя разных, может быть. Можем много придумать. Planetscape не играл. Neverwinter Night полное говно. Baldur Gates хуй знает. Icewind хуй знает. Но там, как бы, они мерзкие. Ну, Максим, это у вас вкусовщина просто в данном случае. Опять же, понимаете, у вас это европоцентризм ебучий ваш этот. Когда вы дрочите на ебучие, там, европейское, безвкусное, однообразное говно, в котором всё одно и то же уже на протяжении всего периода этого становления, с начала вообще времён с Dragons and Dungeons, всё одно и то же. И Baldur's Gate, и Icewind, и Planetscape, не знаю. Я уверен, конечно, говно, но вот такое. А Максим пишет, я азиат вообще. Вы азиат, блядь, но европоцентрист. Понимаете, в чём дело? Вы азиат, но европоцентрист. Вы плохой азиат. Вы испорченный азиат, Максим. Марк спрашивает, если я азиатщина, европейщина хаваю. Ну, понимаете, в Европе есть хорошие игры. Но эти игры редко являются RPG, во-первых. Это раз. Хуй знает, как вы в RPG играете, не японский. Я вообще не ебу, конечно. Ну, во-вторых, это не жанр фэнтези, желательно. Жанр фэнтези обычно говно. Исключение Ведьмак. Из всего этого есть только одно исключение. Это Ведьмаки все. Ну, ещё Dragon Quest есть охуенный. Как бы вам пояснить? Не, серьёзно. Я вот буквально не понимаю, как можно играть в европейскую RPG. Это жёстко. Это настолько жёсткая трата времени, что я вот вообще не ебу. Чё вы там находите, ребята? Ну, окей. В далёком-далёком детстве, в далёкой-далёкой галактике мы когда-то начинали, да, чё-то там играть во что-то. У-у-у, это нам понравилось. Князь 2 не играл, кстати. Подарим Shadow статуэтку из Сефиротов 35 см на день рождения. Пишет сам Дарья. Да.